всем привет меня зовут алексей добро пожаловать на канал мой старый компьютер в этом ролике мы поговорим про звуковую карту soundblaster life достаточно вполне себе обычная звуковая карточка но как показал опрос у меня на канале про нее почему-то люди все равно хотят чтобы я рассказал ну раз хотят значит расскажем потому что на самом деле life сама по себе настолько на мой взгляд избитая и обыденная карта для ретро сборок да и в принципе сравнительно до недавнего времени такие карты трудились и в обычных компьютерах которые люди использовали каждый день по моему нам со скрипом даже с windows 7 может работать но это не точно как минимум меня она трудилась машине которая была у меня на windows xp ну где-то возможно чуть больше 10 лет назад так или иначе сейчас это уже стала ретро карточка для своего времени она была хорошая и сейчас как я уже сказал это отличная звуковуха для сборки ретро пк и мы попробуем разобраться почему история soundblaster life начинается в августе 98 года когда был представлен процессор ему 10к по сути это про собственный ее процессор и любая обработка звука в том числе обработка трехмерного звука она целиком и полностью ложится на звуковую карту не на центральный процессор то здесь некая аналогия с 3d ускорителями когда обработка 3d картинки ее выводом рендерингом наложением текстуры прочее занимается процессор на видеокарте а не центральный процессор здесь у нас точно такая же ситуация всеми задачами которые так или иначе связаны со звуком занимается вот вот этот вот чип который мы можем видеть здесь вот у нас на текстолите он распаян одно из главных отличительных особенностей данной звуковой карты является использование шины PCI а это позволяет избавиться от применения на самой звуковой карте отдельной памяти для сэмблов и для этого можно использовать оперативную память потому что шина PCI она работает с оперативной памятью в разы быстрее чем шина iso устаревшие уже на тот момент данная модификация у нас обозначена лейблом 5.1 то есть она у нас поддерживает пятиканальный звук оригинальная soundbuster life которая если мне не изменять память имел индекс сети 4810 поддерживала только квадрофонию и конкретно здесь я проверял 5.1 есть он работает еще из отличительных особенностей стоит упомянуть использование более качественного кодека что позволяет нам достичь частоты 48 килогерц кроме того естественно карточка полностью совместима с мсдос и для этого используются наработки компании insonic которую креатив некоторое время до выпуска life купила и драйвер компании insonic лег в основу досовского драйвера для soundbuster life но по остальным каким-то моментам я не вижу смысла распространяться потому что по моему про life уже рассказывали все кому не лень и кто кому не лень как кому не лень поэтому предлагаю быстро пробежаться по каким-то особенностям внешним нашей карточки ну и уже собственно потестировать ее в компьютере для теста мы будем использовать мою сборку на материнской плате asus тусл 2c с процессором intel pentium 3s 1.1 гигагерца давайте же посмотрим что у нас есть на нашей карте ну самое главное что здесь привлекает внимание это чип компании креатив точнее он разработан компанией эму но фактически на тот момент креатив купила эму и инженеры данной компании занимались разработкой его уже под и и гидой креатив еще мы здесь можем видеть различную обвязку например вот здесь вот у нас находится как раз тот самый кодек вот он находится сейчас точности посредине кадра и различные разъемы которые позволяют нам подключить автоответчик сиди привод вход aux оптический вход от сиди привода и подключить весьма интересную штуку которая выпускалась для soundbuster life и потом была выпущена для некоторых карт линейки audi g такой внешний внешняя вставка в 5-дюймовый разъем куда выводились основные выводы карточки регуляторы и так далее я кстати эту панельку еще если у кого-то она есть в рабочем состоянии комплектные со всеми шлейфами то пишите я думаю о цене мы с вами сможем договориться также есть различные выходы для подключения динамиков наушников линейного входа или сюда же подключается система 5.1 например там не знаю черный вход используется для подключения сабвуфера остальные используются для подключения остальных динамиков за исключением выхода на микрофон который используется соответственно для подключения микрофона как я уже сказал life выпускалась в огромном количестве модификации можно сейчас мы с вами попробуем я открою википедию как такой справочник и мы с вами быстренько пробежимся это life и life value по моему это если не память не изменяет как раз изначальная модификация да вот здесь вот можно открыть фотку у меня есть вот такая карта да вот пардон сети 4830 получается у нее индекс был у изначально ему 1 life у меня есть такая карта но я ее к сожалению не смог найти где-то она куда-то у меня делась моих закромах плате ну вот life 5.1 это которую которую я собственно вот сейчас нам рассказываю еще были различные версии для ом поставщиков например для компании dell и так далее и так далее но давайте мы с вами вернемся уже к нашей карточки к сам бластер life 5.1 sb 0100 это кстати одна из самых совместимых версий лайва потому что допустим деловские версии они имеют некоторые нюансы с драйверами здесь у нас подходят обычные драйверы причем есть выбор какие драйверы ставить но про драйвер мы с вами поговорим чуть позже и да давайте мы собственно уже как раз к драйверам и к примерам игр перейдем и уже посмотрим наконец эту карту в действии потому что наговорил наговорил все вам что-то интересного такого кроме моего мои болтовни не показал ну и давайте мы с вами посмотрим на драйверы для soundbuster life для начала мы посмотрим на них под windows 2000 потому что здесь скажем так такой более полный комплект дальше мы с вами посмотрим что есть windows 98 почему я так делаю вы поймете позже и и дальше мы уже посмотрим на досовскую часть этих драйверов для лайва ну вот мы залогинились в систему и теперь мы можем собственно перейти к самим драйверам они у нас находятся в группе креатив и здесь у нас несколько есть подгрупп здесь достаточно такой урезанный вариант если ставить драйвер с компакт диска здесь всякие всякого добра еще больше но здесь тоже что-то имеется например креатив плей центр это такой медиаплеер который позволяет нам воспроизводить различные файлы включая даже mp3 ну мы посмотрим на примере миди миди качество wave table синтеза данной звуковушки впрочем здесь она на хорошем уровне все-таки это sblife есть sblife кейтар это у нас такая штука которая позволяет имитировать игру на гитаре опять же можно расценивать как такую демку возможности wave table синтеза поехали дальше ритм мания это можно назвать таким простеньким простенькой программы для создания звуков возможно причем играть не только с использованием midi клавиатуры но также при помощи клавиатуры также можно оценить работу wave table синтеза и здесь различные служебные утилиты но о них мы с вами поговорим чуть чуть попозже а точнее когда перейдем вот в эту в это приложение которое называется audio hq и здесь мы можем настраивать нашу звуковую карту например загрузить альтернативный банк для миди инструмента в формате sound font различные настройки задать например ограничение по памяти сейчас у нас загружена банк на 4 мегабайта есть различные настройки и акс который можно применять каким-то приложением панель управления ягс где можно настраивать различные эффекты реверберацию хорус и так далее что-то типа такой на экранной клавиатуры я не знаю кому она может приглянуться музыканты явно будут использовать что-то посерьезнее и наверное самое главное что есть у саундбастер лайва это у нас настройка колонок потому что как я уже сказал карточка у нас 5.1 и здесь соответственно можно выбрать различные режимы работы но я сейчас оставлю двухканальный потому что у нас запись идет в стерео но да я на этой карточке гонял в том числе и 5.1 и можно протестировать нашу звуковую карту как она воспроизводит звук и завершать всю эту картину у нас микшер в котором можно настроить выходы можно настроить как запись так и воспроизведения настроить баланс настроить бас или высокие низкие частоты в общем достаточно функциональная такая штука и под стать нашей карточке предлагает достаточно богатую функциональность хотя конечно никто не помешает вам использовать стандартный микшер windows это справедливо как и для 2000 windows так и для 98 можно задать различные настройки под windows 2000 у нас все выглядит как-то вот так вот давайте мы теперь перезагрузимся в windows 98 и посмотрим что у нас будет под 98 windows там набор софта будет немножко отличаться и сейчас я расскажу почему у нас пошла грузиться windows 98 я эту запись записываю в наушниках и могу отметить что live достаточно серьезно так шумит но такая шумность она присуща всем карточкам того времени плюс тесный корпус компьютера где множество наводок он не добавляет какой-то защищенности от наводок поэтому это вполне объяснимо очевидно и понятно ну да ладно так или иначе у нас загрузилась 98 винда и с 98 виндой у нас выбор драйверов будет побогаче либо можно поставить комплектные драйверы которые шли на диски с данной картой но с диска ставится по умолчанию vdm драйвер и никак мне не удалось заставить именно вот тот стандартный инсталлятор дисковый поставить vxd драйвера почему я так хочу поставить vxd драйвера потому что во первых у нас под vxd лучше работает эмуляция саундбластера именно в сеансе dos под windows 98 здесь вот есть отдельный такой вот такое устройство с vxd драйверами появляется плюс с vdm драйверами очень плохо работает яакс 3d звук он можно сказать скорее не работает и наглухо сломан потому что судя по всему его обработку осуществляет центральный процессор компьютера а не звуковая карта если поставить vxd драйвера то все отлично и у нас 3d звуком занимается звуковая карточка напомню у нее для этого достаточно мощный по тем временам процессор стоит что касается каких-то программных групп то здесь у нас все поскромнее по моему здесь у меня стоят драйверы от от audi g есть такая возможность это еще один третий вариант поставить драйвера от первой ауди же которая по сути тот же лайв только с незначительными изменениями в кодеке но сейчас я точно не помню возможно здесь стоят vxd драйвера именно для лайва но так или иначе например из-за некой урезанности у нас здесь очень скромный выбор настроек в аудио hq собственно аудио hq здесь по большому счету не нужен но тем не менее у нас все равно присутствует допустим менеджер саунд фонтов здесь загружен у нас двухмегабайтный банк но опять же если что можно загрузить свой и все какие-то настройки звука у нас осуществляются через стандартный виндовый микшер и например когда здесь я использовал наушники 5.1 и рассказывал о них на канале мне приходилось ставить vdm драйвера но с ними было не очень хорошо как раз потому что якс не очень хорошо работает поэтому я пока эти наушники убрал вернулся к обычной стереосистеме но зато поставил vxd драйвера которые работают отлично именно с якс с эмуляцией дос и так далее в принципе с windows 98 я думаю мы закончили потому что собственно даже не знаю что тут еще вам показать как я уже сказал набор достаточно скромный поэтому я предлагаю уже отправиться в ms dos и посмотреть на досовские драйвера для лайва мы еще раз с вами сейчас перезагрузимся и уже загрузимся в ms dos давайте же мы с вами посмотрим как у нас инициализируется драйвера драйвера у нас инициализируется абсолютно простейшим способом то есть у нас прописывается стандартная строка setblaster прописывается строка setctcin для работы wavtable синтезатора и грузится программа которая инициализирует нашу карточку возможно при старте вы видели или вот она у нас здесь идет эмуляция soundblaster 16 классической звуковушки от креатив и дальше собственно все но у нас здесь есть еще несколько утилит сейчас попробуем с вами посмотреть вот та самая утилит которая инициализирует нашу карточку у нас есть утилита которая позволяет нам получить информацию о том какие порты у нас используются ну и наверное стоит упомянуть микшер который позволяет настроить громкость нашей карточки в режиме эмуляции soundblaster 16 и подключить ну скажем так внешний миди синтезатор 3 2 1 поехали 3 2 4 5 4 5 6 1 2 4 7 5 5 6 6 9 6 6 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, как видно, FM-звук, он, конечно, есть эффекты. Ну, может быть, это немножко не то, но все же лучше, чем ничего. Теперь я предлагаю посмотреть сравнение FM-синтеза Sound Blaster Live и Wavetable-синтеза. Сравнивать мы это будем на примере игрушки Duke Nukem 3D. Сейчас, по-моему, должен запуститься Wavetable-синтез. Давайте запустим игру и послушаем музыку. О, о! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 mpx play она позволяет играть файлы с трекерной музыкой и прошу обратить внимание что у нас программа автоматически выбрала режим саундбластера 16 и по идее здесь у нас сейчас должно быть 44 килогерца и 16-битный звук давайте посмотрим да а И давайте мы с вами сделаем какой-то вывод уже по этой звуковушке. А вывод здесь, собственно, простой, и я уже озвучивал его на канале, что для сборок на каком-нибудь там Pentium 3, Pentium 4, Athlon XP, который подразумевает некую совместимость с MS-DOS, у меня, например, эта карта такая же, точнее, карта стояла в сборке на Athlon XP, стояла в первой сборке на Pentium 3, и сейчас эта карта стоит вот в том самом Туалатине, на котором мы ее и тестили. То есть вот для этого компьютера, для таких, точнее, компьютеров, это просто, на мой взгляд, находка, потому что карта максимально совместима, она максимально беспроблемна, про свои пляски с Arial Vortex 2 я уже рассказывал неоднократно. В отличие от Vortex, эта карточка, она у меня работала везде, везде, где только можно и где, ну, не знаю, нельзя. Чисто в теории ее даже под шестой доз можно завести, но это уже отдельная тема. Поэтому могу смело рекомендовать Sound Blaster Live для ретро-сборок, это реально классная карта, ее можно найти очень недорого, плюс можно получить звук 5.1, потанцевать с какими-то драйверами, и максимум каких-то возможностей можно получить от этой карточки. Плюс, да, совместимость с DOS-ом у нее очень хорошая, WF Table Synthes это вообще очень-очень круто, потому что та же Sound Blaster AVE-32 или AVE-64 стоит несравнимо больших денег, но, как мне кажется, при наличии лайва и какого-нибудь там Pentium 3 использовать AVE, ну, не знаю, мне кажется, это и как-то слишком избыточно излишне, когда есть вот такой замечательный лайв. И на этом мне остается с вами попрощаться, надеюсь, вы оцените этот ролик по достоинству, всем до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok